7 декабря в третьем часу дня водитель грузовика ЗИЛ без регистрационных знаков, груженный 7 тоннами черного металла, двигался вблизи деревни Парадина. Водитель не отреагировал на сигнал инспектора в ГАИ об остановке, съехал на полевую дорогу и стал скрываться в сторону Российской Федерации. Проигнорировал он также и голосовые требования об остановке, пытаясь к тому же таранить служебный автомобиль, после чего по ЗИЛу был открыт огонь. Три выстрела в воздух и 13 по колесам. Нарушитель был остановлен в лесном массиве, однако успел скрыться. Проводится проверка. В организациях Могилевской области проверить соблюдение температурного режима на рабочих местах. Проверками займутся профсоюзы в рамках месячника общественного контроля. В течение всего месяца в Могилеве будет организована работа горячей линии. Это позволит оперативно выявить недостатки и нарушения соблюдения правил и норм охраны труда и своевременно принять меры по их устранению. Сообщить о нарушениях температурного режима может каждый. Звонить можно по телефону, указанному на экране. 8 декабря могилевским спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Городок. По прибытии к месту вызова происходило горение дома. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие имущества в доме, повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 14 декабря в Могилевском городском центре культуры и досуга с хитами мировой рок и поп-классики выступит симфонический оркестр и хор капеллы под управлением Сергея Лищенко совместно с группой Сергей Коноплев и компания, где они исполнят песни «Лед Зеппелинг», «Иглз», «Роллинг Стоунз», «Джо Кокер», «Битлз» и другие композиции. Начало мероприятия 18.30. Юные могилевчанки покорили Молдову. Арина Шейгус, Анастасия Горничар, Александра Дударенко и Валерия Азаренко выступили на сцене международного фестиваля конкурса песни, танцы и моды «Созвездия талантов», где получили самые высокие награды, завоевав первые места в своих номинациях. В фестивале приняли участие 18 стран из разных уголков мира. Наши артистки стали представительницами от всей Беларуси. Кто-то из девчонок уже не первый раз выступал на конкурсах подобного уровня, занимал лидирующие места, а для кого-то это первая долгожданная победа. Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе, потому что я нашла там очень много хороших друзей, например, друг из Африки. Мы с ним разговаривали на английском языке, пели и веселились. Мне тоже очень понравилось участвовать в этом конкурсе. Я тоже нашла очень много друзей. Мне понравилось ходить по этому городу Кишиневу. Впервые там была? Да. В конкурсе принимало много стран. Мы познакомились с многими участниками. Также мне очень понравился сам город Кишинев. Я там была первый раз. Мне особенно приятно, поскольку это мое первое место на международном конкурсе. Было с кем соревноваться. Участие принимали 18 стран в этом конкурсе и были очень сильные участники, были очень сильные дети. В частности, моя номинация были участники из таких дальних стран, как Африка, Израиль, был Азербайджан, Болгария, много-много разных стран. И было действительно очень интересно, была конкуренция на уровне. Международный фестиваль конкурса «Звездия талантов» собирает самых талантливых детей со всех уголков мира. Состав жюри всегда входят известные композиторы, хореографы, актеры, продюсеры, дизайнеры, режиссеры из Молдовы, Румынии, России и стран Европы. В этом году представителями жюри были 12 человек из 10 стран. Председателем жюри стал народный артист Болгарии, народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров. В числе жюри также была и солистка Могилевской областной филармонии, ведущий мастер сцены, обладатель гранта президента Республики Беларусь, художественный руководитель продюсерского центра «Ступеня» Ольга Горничар. Естественно, каждый член жюри и каждая страна несет какую-то свою национальную культуру. И вот что касается участников, очень было приятно наблюдать, мне вот как члену жюри, наблюдать и познавать что-то новое каждой страны, их культуру, их костюмы, потому что костюмирование иногда было настолько безумным, что в хорошем смысле, что это не могло не радовать, есть чему даже поучиться и нам. Безусловно, мы тоже себя достойно представили, были и какие-то стилизованные народные костюмы и самое главное, что мы исполняли весь свой репертуар на белорусском языке. Ну то есть мы хотели показать свою национальную культуру, свой красивый певучий белорусский язык и свое мастерство. Посмотреть и послушать выступления юных звездочек Могилева можно будет 26 декабря в Могилевской областной филармонии. В этот день воспитанники продюсерского центра ступени представят отчетный концерт «Новый год. Круглый год». 26 декабря мы всех жителей города Могилева приглашаем на наш отчетный концерт, который называется «Новый год. Круглый год». И, конечно же, мы приглашали еще детей из детского дома нашего Могилевского и всех желающих, которые хотели бы посмотреть на творчество детей продюсерского центра ступени, не только хореографов, но вокалистов и еще студии актерского мастерства, где мы представим нашу работу на отчетном концерте. Очередная победа на международном конкурсе позволяет нам гордиться, что созвездие Могилевских удивительных голосов слышит весь мир. И это далеко не последняя победа наших звездочек. Алина Абабурка, Леонид Сикорин, Второй канал. Могилевских удивительных голосов Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособака.tv2.by Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова